Открытие турнира по акробатике памяти заслуженного тренера СССР Владимира Коркина прошло в знаковые для этого вида спорта дни. Накануне на третьих летних юношеских Олимпийских играх белорусская пара акробатов Виктория Охотникова и Илья Фоменков в составе объединенной интернациональной команды завоевала бронзовые награды. Акробатика спортивная в Беларуси имеет действительно давние традиции еще начиная из СССР. И мы гордимся тем, что мы продолжаем и можем их поддерживать и еще улучшить и усовершенствовать и завоевывать медали самого высокого ранга золота чемпионатов мира и чемпионатов Европы. Первый соревновательный день на акробатический ковер вышли спортсмены Беларуси и Украины в трех возрастных категориях. В программе турнира состязания среди мужских, женских и смешанных пар, а также женских троек. Судьи оценивают трудность исполнения, технику и артистизм. Сам турнир – проверка сил перед стартами более высокого уровня. Он такой более традиционный, более проверочный. То есть мы, молодые составы, те, которые мы планируем через год, через два, чтобы они выступали на серьезных соревнованиях международного уровня. Здесь они начинают свою подготовку, свое выступление и проверяют свои силы. Брестские спортсмены славятся своей сложностью, своей красотой, артистизмом. И мы всегда в первых рядах и на первых местах. К слову, брестских спортсменов на турнире большая часть. Акробатика успешно развивается в Бресте и Барановичах. Профсоюзные школы создают для спортсменов все условия для достижения высоких результатов. Сегодня в области под патронажем профсоюзов 17 спортивных школ, 11 из которых в сельской местности. Наш зал, в котором сегодня принимают участие замечательные команды со всей нашей республики, в том числе с Украины, у нас в прошлом году был отремонтирован. И Федерация по Союзу Беларуси выделила на это денежные средства. Необходимо отметить, что у нас были заменены окна, двери, у нас отремонтированы душевые и раздевалки. У нас изменено все покрытие в этом зале, отремонтированы все стены. Таким образом, мы занимаемся практически каждой нашей школой. Работу мы останавливать не будем. Чтобы подготовить программу, у спортсменов ходит от года до трех лет. Столько же необходимо, чтобы ввести в номер новый элемент. Чтобы завоевывать медали на международных соревнованиях, акробаты должны быть высокотехничными и исполнять много сложных элементов. Тренер хотел, чтобы мы хорошо отработали композицию, постарались сделать правильное упражнение. Может быть, на что-то не получилось, но мы старались. Мы хотели хорошо выступить, чтобы показать свой лучший результат и порадовать и себя, и тренера. Имена победителей турнира станут известны в пятницу, 19 октября, в последний соревновательный день. В этот же день и в рамках турнира памяти Коркина пройдут выступления по программе Кубка Республики Беларусь. Ирина Альшова, Андрей Щербатнов, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.